И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать уже в Японию на 17 этап нашего челленджа из грязи князи, и это одна из моих любимых трасс Сузука. Я эту трассу люблю всей душой, всем сердцем, но боты тут прям слишком быстрые. Трасса длиной 5807 метров, имеет 18 поворотов, всего лишь одну зону БРС, но есть достаточно длинная прямая перед поворотом 130R. 18 поворотов, очень сложный первый сектор с эсками, но именно в этом секторе я имею самое большое преимущество над ботами. Как мы видим, у нас на поле стоит Вальтри Булс, он снова завоевывает пол позицию, мы как обычно сортуем с 20 позиции, посмотрим куда мы сможем прорваться, наверное, используя альтернативную тактику. В личном зачете я достаточно сильно лидирую над Тебастьяном Феттелем, так же как и в Купни Конструкторов у нас больше 100 очков преимущества, и скорее всего тут уже решено все. А личный зачет, наверное, мы можем отпраздновать даже на этом этапе, если все сложится как надо, если Феттель сойдет, я выиграю, то я стану чемпионом уже тут. Но, если что, дальше у нас Мексика, там я тоже уже могу стать чемпионом. Ладно, у нас показывают Гюнтера Штайнера и Кевина Магнусона, когда мы уже перейдем к оглашению полной стартовой решетки, мы увидим, кто как расположился и откуда все будут стартовать. Очень красиво у нас плавно показывать вместо того, чтобы показать стартовую решетку. Ладно, у нас по полной стартовой решетке у нас на поле Вальтери, Ботос, вторым стартует у нас Сибазьян Феттель, одна десятка отставания от Ботоса у него, а дальше у нас Шарли Клэр, Макс Ферстаппен, Алекс Албан, Серхио Перес, Карло Сайенс, Ландо Норис и Ким Рэкниен с Нигей Хюлькенбергом замыкают топ-десятку. Ну, в принципе, обычная топ-десять, стандартная для этого сезона, хотя не знаю, что тут делают Рейсинг Пойнт, у которого вообще аэродинамики по идее ноль, эта машина чисто для прямых, может быть полностью загрузили крылья и напрямую не так много теряют, зато в войсках не очень-то и сильно проигрывают. У нас тактика, по идее, должна была быть софт-медиум, но я решил попытка, а не пытка, зачем нам вообще страдать, скорее всего, надо сделать с медиум-софт. Так я и сделал, мне показывают, что это на одну десятку медленней, но слил топливо и отправился стартовать с комплекта медиума. И у нас Гассан так не стартует грамм, при Японии стартую я достаточно плохо, передо мной Кубица тоже стартует на комплекте медиума. Пристраиваюсь к нему в Слипстрим, беру внешнюю траекторию и пытаюсь как-то быть осторожным. У нас уже минус 2 Полита, точнее, минус 1, минус Перес как раз-таки, Сайенс его, Перес уже Сайенса, но у нас виртуальная машина безопасности. Что у нас произошло на старте? У нас Вальтер Бот с Сегасианом Феттелем стартовали с первого ряда, Феттель полностью всрал старт, и его уже атакует Шарль Леклер. Там было чуть ли не 3 в ряд, Бота сразу же начал отъезжать, 2 Феррари боролись, но тут их борьбу приостановил Safety Car. Виртуальный, правда. У нас Перес ехал-ехал, решил притормозить, но получилось так, что он убился колесом об Рэдбул и вылетел прям в Сайенса, и прям его увез чуть ли не до отбойника, но Сайенс даже не сломал себе крыло. Рестарт, и я пытаюсь уже найти себе место, где бы пройти несколько болидов. Прохожу сразу же кувицу, пытаюсь атаковать Джовинаци. Это, к сожалению, не очень хорошо проходит этот маневр. Слава богу, не получил я никаких повреждений, Сайенс уже позади нас, но я не могу пройти Джовинаци. И только в шпильку нырком я как-то могу его проходить. Передо мной уже Рассел. Чуть, кстати, не врезался в Рассела, я прям обкакался, если честно. Ладно, едем дальше. Рассел впереди, но его я могу атаковать только уже после 130Р. Внешняя траектория, это и является вообще траекторией, которую надо тормозить. И все-таки я его прошел, потому что это Вильямс. Ну, дальше у нас уже не такие медленные болиды, как Мильямс. Мильямс, да, классно. Дальше у нас Данил Квят, до него еще доехать надо, но я, конечно же, с этим справляюсь. И после первого сектора я уже рядом с ними. Опять-таки, нырок внутрь и в шпильке. Грожан, кстати, тоже заркнует на комплекте медиума. Я, чухи, в него снова не врезаюсь, но выхожу уже на позицию под номером 14. Дальше передо мной Строл с Рикердой ведут борьбу. Грожан ищет себе место, где пройти Строла, а я ныряю снова навнутрь и прохожу уже Грожана. Это у меня вконтакте, если что, ладно, вот. И тринадцатая позиция уже у меня. Едем дальше. Передо мной уже Лэн Строл. Его я смог догнать только после эсок, потому что он застрял за Дэна Морикьярда. Да господи, вконтакте! Ладно, я прошел и сразу же Лэн Строла, и сразу же прошел Дэна нырком внутрь и вышел уже на одиннадцатую строчку. И уже отправляюсь за Магнусоном, а он уже достаточно далеко. И его, скорее всего, будет достаточно сложно догнать. Смог я к нему хоть как-то уже приблизиться около секунды на шестом круге, но у нас уезжает машина безопасности, потому что сходит Пьер Гасли. Снова. Найс! Первый поворот. Обожаю его. Что же там у нас произошло? Я, во-первых, ушел уже на десятую позицию, а Гасли, он просто улетел. Я забыл посмотреть повтор, я гениален. И дело в том, что шестой-седьмой круг, это как раз-таки около пидстопа, чтобы переходить с софта на медиум или на хард. А у меня медиум, я не могу уберечь и ни на какой комплект, как вы понимаете. Позади меня оказывается Ботас на хард, и Фиттель почему-то на свежем софте. А у меня медиум, я еще еду и без пидстопа. Просто идеальные тайминги для ботов. Вот в Австрии, как я помню, были тайминги идеальные для меня. Тут как бы, ну вот, вы видите. Ладно, едем дальше. Шестая позиция, позади меня уже тяжелая артиллерия. Но я догоняю Ланда Норриса и Кимми Райканина, сразу же прохожу. Ланда Кимми мне не оставляет места, поэтому я сторможу по траве, и из-за этого не очень-то и получилось его сначала обогнать. Но прошел уже Норриса, подрубил всевозможные режимы напрямой, и пытаюсь пройти Кимми Райканина. Это, в принципе, у меня получается. И я... мы входим меньше, чтобы кубок в этот поворот, но все-таки я его смог пройти, но он сломал себе крыло. И из-за этого, конечно же, он сейчас будет страдать. Дальше у нас еще один вход, да, как обычно, в принципе. Чего бы вы хотели? У нас Сайнс, уже теперь Сайнс, которого обидели, он уже убивает Рассла. Причем Сайнс так прикольно подпрыгнул, раз в этот момент на прыгнушечке. Дальше я выхожу уже на вторую позицию за счет пидстопов других пилотов. Перед мной остается только Албан, а у меня пидстоп на 16-17 круге. Только вот тогда он будет. И все-таки уже выхожу в лидеры гонки, ставлю для себя лучший круг и начинаю ехать дальше. Позади меня Строл тоже заезжает, и начинается волна пидстопов. И позади вот бота с лучшим кругом на харде. И Феттель, а потом у нас выезжает вторая машина виртуальной безопасности на трассу. Эх, потому что у нас еще один сход. Как бы, ну, как обычно, у нас минус Халк, и он убивает Абхаз, и достаточно красиво улетел, и камера показала все достаточно хорошо. Прям плюс. И дальше я на 16-м круге вижу, что... Опять-таки желтый флаг. И машина безопасности! Четвертая машина безопасности, вторая настоящая. У нас сходит Джовинаци. Прям идеально. Его прям красиво так убил Туророса. Вроде это Квят. Потому что Гази у нас зашел. И 16-й круг уже тайминги играют на меня. Это круг моего пидстопа. Я перехожу на софт, и передо мной останется только бота с нахад, для Леклер на софте. На медиуме, точнее. А у меня софт свежий, и я, скорее всего, буду в плюсе. Надеюсь, по крайней мере. Ладно. Машина безопасности нас собирает. Я, конечно же, не выезжаю на первой позиции. Я выезжаю на позиции под номером вроде 5. Да. Позиция под номером 5 у меня. Я выезжаю, к сожалению, позади Албана. Но впереди Фетт. Впереди Фетт. Да. Классно. Ладно. Машина безопасности нас, конечно, собирает. И на 18-м круге, в начале 19-го, нам дают рестарт. Ботас на Харде, скорее всего, сейчас будет тупо страдать от Леклера. Но это мы посмотрим. Пятая позиция. Рестарт. У меня свежий софт. Надо его реализовывать. Сразу же пытаюсь атаковать Албана. Вадрубил все, что можно. Начинаю отрываться от Феттеля. И как-то атаковать Албана. И как-то по мне, в траектории поначалу это не прошло. Но я его прям очень красиво перекрестил. Вышел на четвертую позицию. Ну, Леклер сначала не смог атаковать Ботаса. Я подумала, что он сейчас там крыло сломал себе. Почему он начал вставать. Но, оказывается, это просто было из-за Слипстрима. Дальше у нас 20-й круг. И я как... Ну, да. Я вот как обычно. Беру, ошибаюсь, задеваю траву, чуть не вылетаю. Плохо выхожу из поворота. И Феттель меня объезжает. Вот идеально. Лучше некуда. И я опускаюсь обратно на пятую позицию. Напоминаю, у меня самый свежий комплект из всех. У меня самый мягкий комплект из всех. А, еду я хуже всех. Логично? Нелогично, нифига. Ладно, едем дальше. Я тут уже подумал, что я где-то крыло сломал. Почему у меня нету темпа? Я вообще не понимал, где мой темп? Почему так? Но дело в том, что просто Боты тут слишком-слишком быстрые. На 21-м круге у нас Феттель атакует Макса Фрестаппина. Я от них все отстаю и отстаю. Я даже при их борьбе быстро подъехать к ним не могу. Вот вы видите, как я еле-еле к ним подъезжаю. И, в принципе, у них были несколько контактов. Я думала, что кто-то из них должен сойти. Но никто не зашел, даже повреждения не получил. Феттель так и не прошел Фрестаппина. Зато он едет уже с лучшим кругом. А я на своем софте даже лучший круг поставить не могу. Вы понимаете, как у меня тут нету темпа на свежем софте. Загадка? Загадка. Вообще не понимаю, почему так. Ладно. Дальше я делаю флешбек, потому что меня это вбесило. Почему я не могу пройти этого долбаного Феттеля? Я вообще не понимал, почему так. Поэтому уже начинал просто люто как-то давить. Пытался тормозить позже. И меня это так уже бесило, что прям вы не представляете. Вот были бы вы на моем месте, вы, наверное, в каждом повороте пытались бы атаковать. А я как-то пытался себя сдерживать. Они так рано, во-первых, тормозили в шпильку. Но если бы я залетал бы на внутреннюю траекторию, я бы себя ломал бы тоже крыло. Но как бы, и как я должен тормозить, я тоже не могу тормозить, потому что они тормозят намного раньше. Вот так вот все сложно, но в то же время достаточно легко, наверное. Дальше опять ступняк ботов. Меня это снова бесит. Видите, как я делаю флешбеки каждый раз просто. Меня это начинает бесить, потому что шесть кругов до конца бота затъезжает на харде от Леклера на медиуме. И я не могу пройти чуваков на медиуме. А у меня самая лучшая машина. Непонятно, непонятно. Все-таки прошел Ферстаппина, но он пытается меня вообще контр-атаковать. И как бы, я все-таки как-то с ним вышел до хобок, он вышел лучше меня. Но ДРС, с помощью ДРС и всех режимов, и мотора Мерседес я все-таки прошел. Его вышел на позицию под номером 4, но дальше надо было пройти Феттеля. И прям это меня так бесило. Это просто жесть. Но дело в том, что мне немножко, можно сказать, помогает, а может быть и мешает появление машины безопасности. Снова. Гениально. Ладно. У нас зашел Денри Керн, он пытался атаковать Данила Квята, но ничем хорошим это не закончилось. Он просто, ну, сломал Квята. И ему сломал, кстати, крыло. Ладно. В принципе, еще по ДСК у нас сошел Ландо Норрис. Вспомнил я почему-то прям Бельгию, когда он в конце сходил, когда ехал чуть ли не лучшим из остальных. Он тут тоже ехал достаточно высоко, но сошел. Ладно. Сэффити Кар нас всех снова собрал. У меня снова софт, но у меня слишком много топлива. Я по ДСК ехал на обогащенке, чтобы сжечь лишнее топливо. И только потом мне пришлось кинуть на обедненку, потому что у меня двигатель раскалился до 150 градусов. А он должен быть около 120. Ладно. Четвертая позиция. Рестарт. Надо как-то прорываться вверх. Пытался как-то поравняться с Феделем на рестарте, но это ни до чего хорошего не дошло. И это не привело ни к чему хорошему. Я просто чуть не заспинился. Из-за этого от него только отстал. Меня это так взбесило. Там Риклер впереди атакует Ботаса. По внешней траектории чуть ли не ломает крыло. Дальше я на 27-м круге наконец-то ставлю лучший круг. И уже две Феррари начинают бороться друг с другом. А Ботаса на Харде, блин, отъезжает. Они тут борются, разлетаются в разные стороны, сталкиваются друг с другом, но не сходят. И это так уже бесит, потому что, ну, последний круг. Я на софте, они на изношенном недюме. А я их пройти не могу. И я тут уже просто психовал и начинал нырять, будто в шпильке, проходить Феттеля. Уже пытался как-то из последних сил на перегретом двигателе пройти Ликлера. Но напрямую я еле-еле к нему подъезжал. Потом у нас эти повороты гребаные скоростные. Особенно ложка, которая... Я вообще не понимаю, как проходится, потому что они из нее выходят, как ракета, блин, отлетают. Дальше у меня вообще двигатель сдох полностью. 137 градусов, Феттель ко мне подъезжает почти как к стоячему. Я к Ликлеру почти не подъезжаю. То есть, Слипстрим только немного меня подтягивает. Думаю уже, как защититься от Феттеля, защитить третью позицию. Чуть ее не проиграл, потому что плохо прошел предпоследний поворот. Если бы еще был бы один круг, меня бы прошел Феттель. А еще у нас ботов на харте ставят лучший игрок на последнем игроке. Ничего не напоминает? Да, верно? Ладно. Третья позиция на софте. У меня один пидстоп. У Феттеля два. Как бы у меня софт под конец. У них медиум. Да и у некоторых хард. И они, блин, быстрее! Вот скажите мне, как это возможно? После этой гонки у меня такие большие вопросы к этой игре и к скорости ботов на Сузуке, что, мне кажется, в карьере мне придется снижать тут сложность со 103 до 101. Наверное. Короче, не знаю, как все у нас пойдет. Выигрывает у нас бота. С вторым приезжает Леклер. Только третьим приезжаю я. Ну, отыгрываю очки у Феттеля, но этого недостаточно, чтобы завиевать чемпионство тут. И это откладывается пока что на Мексику. Мексика у нас следующая трасса. Не знаю, выйдет ли она завтра. Потому что у меня заканчивается карантин. Здравствуйте! Ладно. Короче. Пойдем, в принципе, стандартный. Два Мерседеса, одна Феррари. Ну, и дальше у нас четвертый Феттель, как я и говорил, с двумя пидстопами. Дальше у нас Ферстаппин, Албан, Струл, хорошо прорвался. Магнус, он тоже хорошо прорвался. Дальше Карла Санц, который вообще должен был сойти на первом круге. Ну, нельзя там доезжать к Кимирайпене. Доехало 13 пилотов. Здравствуйте! Вот на реалистичные повреждения. Санц вообще не понимаю, ему люто так повезло, потому что он вообще должен был оказаться в самом-самом конце с большим отставанием до 19 позиции, точнее, до 18 позиции. В начале гонки, но ему везло с сэфтикарами, с виртуальными сэфтикарами, и он вот прорвался в очки. Молодец. Очень много столкновений, очень много штрафов в 5 секунд. Ну, и много сходов по критическим повреждениям. В личном дочери 80 очков у меня преимущество над Феттелем. Третий уже Ботос. У нас Сайнс проходит, Норриса выходит на 9 позицию, и Стролл проходит. Эдэ Верено выходит на позицию под номером 12. Кубки конструкторов 144 очка у нас преимущество над Феррари. По идее, они еще имеют шансы на кубок конструкторов, но они прям призрачные. Ладно, на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!